папа бипа папа папа пупом пупа всем привет с вами иван грешник мы продолжаем играть в гарем солдак своего rpg короче короче пришел гай гарик пришел говорит здорово здорово как дела говорит я говорю хорошо хорошо я спрашиваю насколько он говорит нас подожди подожди секунду насколько он пришел на сколько ну когда говорит я на 6 дней пришел на 8 часов я грачу так мало говорит ну просто я думаю что прогуляюсь на замке посмотрю он говорит ну ладно похуй давай ну и остался понимаешь мы идем сегодня с тобой на горе ты как ты понимаешь я все для этого готовлю у меня вроде как full set ну перчатки мы считать не будем перчаток других к сожалению нет ну либо к счастью да я оружие чтобы его победить тоже нету ну да и пух а а подожди есть ледяной меч ах нихуя хорошо остался оказывается а я думал его нет и клевец и но клевец тратить мы разумеется с тобой не будем потому что клевец с такое оружие его знаешь лучше потратить на вагенбург что будем делать давай-ка мы с тобой заточим крэгмессера ну по крайней мере попытаемся это сделать да за . недорогостоящая она плюс-минус может быть что-нибудь да и точность короче говоря посмотрим я всем этим делом займусь все это дело обрежу над штангки не скрафтить по ум не даже штанов то нету никакие а вот есть штаны зловещего рыцаря но они отлетят за полторы секунды так и здесь штаны посимпатичнее по идее тех доспехов которые сейчас на мне их как бы за глаза хватать должно ну вроде бы элементальный урон режется очень сильно если правда хорошо все помню вроде когда и ледяного меча вроде как впритык хватать тоже должно на самый топовый левел на а легендарный но у его знает надо перестраховаться я могу взять собой алебарду на плюс 2 как красиво этот короб смотрится с этим сетом как будто специально под него делали до кристаллы это еще что-то тут торчит что-то там весьма симпатично давай я потачу оружки и мы собственно с тобой продолжим я собрался ну хил последний оставшиеся конечно же я думаю уйдет не так много ну раз у меня такой сет я поставил навык огнеупорность один процент ну я считаю этот один процент повлияет на исход битвы безусловно как бы тут карну сто процентов практически рядом там еще 99 процентов стой будет невероятным но между прочим морозостойкость на 5 процентов уже неплохо выглядит но что имеем то имеем один процент больше нет интересно увеличили ему дамаг или нет из-за того что добавили пассивки не знаю думаю что нет посмотрим насколько это будет комфортабельно но менять мелкие хилки конечно всегда неудобно если что я переключусь быстренько на луковые кольца на индейку вот есть у нас это монастырки вот три штуки думаю отстоим неплохо подъем будет все хорошо сначала начнем с прислужников тут есть как клеймор так собственно крэйгмессер возьму пожалуй клеймор удивительно клеймор 2 заточки 94 дамага крэйгмессер 95 при 3 заточки при том навыки абсолютно одинаковые так что как то вот так ну все поехали встретимся у босса а я забыл зарядить мощный удар я забыл зарядить мощный удар прикинь прикол прикинь я забыл кота я я забыл пса на навык ну похоже уже все пёс все равно убежит любом случае а вот кота кота и навык на мощный удар надо было зарядить легендарный режим поехали после обновления уж надеюсь доспехов ну штаны перчатки мне кажется точно отлетят 377 бар они будем добывать и добивать надо успеть быстренько его прислужников слить я вот тут задумался может все-таки лучше быстренько туда-сюда поставить вместо мощного удара сдерживания дабы меньше мне в лицо прилетало тем знаешь переключаться между прислужниками когда сдерживание заряжен и накидать им дамаг и пока сдерживание работает ты меньше ударов будешь получать с одной стороны с другой стороны проще было бы поставить защитную стойку чтобы урона меньше получать и разумеется кушать меньше хила или окаменение чтобы сейв был против огненных луж ну нормально мне кажется будет с ледяным сетом тому огненную лужу мы с тобой в любом случае переживем а в оглушающем ударе смысла не вижу можно проклятие кинуть я думаю мощный удар будет гораздо эффективнее в данном случае старый добрый мощный удар поехали поехали начинаем раздавать центрального пожалуй я зря отхожу в этом случае да я собрался без детс быстро хилка пропала у меня всегда вот выбива бешевой знает что в горите вот это выбешивает спокойно все одному пизды дали хорошо а ведь он может телепортануться ебать прикал дескать неспешные секунды 7 хила спокойствие хуяк и честно ахули за ах ты крыс такая лютая молодец молодец кинул замедление убегаем но с этим сетом конечно дамаг вообще не чувствуется у него главное на ловушку не наступать безусловно опа нихуя хочу навык не поражался прикол ужас кидает не очень хорошо не очень приятно ну да ладно теперь ну с мощным ударом это красота конечно ну ловушка терпимо спокойно не надо так хил между прочим кончится надо быть осторожней так что-то там колдуны что-то плюется куда-то не надо не плюсь а спокойствие 13 половые хилки о как раз ты нам нужен мне кажется проще без мандрагора на мандрагора конечно весело да нахуй ты переключаешься товарищи скажи мне пожалуйста за чего в ебать а не похуй не похуй нормально очень медленно будет точнее очень быстро спадает это блютина я подумал что пиздец но нет ни пиздец вполне себе спокойно отлетел товарищ так он сейчас телепортироваться будет он а нет он 1 кастует ужас нихуя не страшно все похуй тут какой-то никакой горит дает когда у тебя сет есть перчатки улетают это то разумеется и так это ожидаемо мандрагорушка пошла ой опять уже скидает мразить они кидают а я думал кидают я думал кидают ну 40 плюс 20 дамаг весьма мощный ну сейчас броня пизда и все и до свидания будет все кастует ужас по моему ебать ты приколист конечно интересный спокойно хилки по 70 хуйня а я не съел я кстати бак не съел молодец а надо было бы все пошел пошел сменный дамаг сейчас будет поебать опять вроде кастует хуйню да опять к стану да ты заебал все нормально инквизитор бакстер надо побыстрее услить что-то дамаг прям хуёвый на 90 урона что ты хочешь шибко многого не жди когда у тебя 90 дамаг это в руках так дай-ка я возьму вот эти вкусные печеньки уж больно они мне нравятся на нагруднику пизда кстати кстати сету все сет говорит до свидания всего хорошего аккуратно я думаю мы успеем до сливать не замедление кидает мразина четкая это жесткая битва один на один убавлять успеть после еще скотина ты смотри не заряжает же имеют понимаешь он не навык даже не заряжает не хочет ни в какую заряжать мощный удар вот как с ними работать скажи мне пожалуйста как с ним работать он не хочет заряжать не навык на мощный удар нос бастардом прекрасно получается особенно когда у тебя навык есть вы не хотят на что удар не заряжать не хотят. Ни в какую. Зато, зато, внимание, выбиваем целых два огненных протазана, которыми, собственно, можно проходить в Агенбург. Они неплохо так-то заходят. Но не идеально. Все равно урон не дотягивает до Алибар. Но удобно. Быстро там, туда-сюда. Норма, хорошо. Бастард троечка. Против его же прислужников можно, но не советую. Я могу догнать, вот, например, 91 дамаг у меня. Но... Видишь, как оружки 90 урона не быстро с этим делом справляются. Будь готов отправить сет в бездну. Ну, и уклонение, собственно, оно сейчас будет падать практически везде. Я в этом уверен. Так что это неудивительно. Ну, и пять мандрагорами не вернулись. 22 капкана. Хорошо. Это очень хорошо. Это прекрасно. Да зачем ты убираешь? Не надо. Это очень прекрасно. Ну, сет хромовника само собой приятно. Как бы бригантина с сапоги похуй. Но хотя сапоги 95 брони имеют, но... Все равно, согласись, вкусно, когда падает на грудник или штаны, да? Лут хороший. Лут очень хороший. Потому что выпало как минимум три вэппена. Два из них очень-очень-очень топовые. Третий спорный, ситуативный. Но через капканы. Прекрасно, кстати, на Вагенбург бастарды заходят. Я так проходил в Вагенбург с бастардами. Криво-косо. Там вроде как-то мы бегали. Они вроде даже были второй заточки. Или я ошибаюсь. Хуев. Я не помню. Где-то стримы валяются. Вы можете найти... Тем более прохождение Вагенбурга. Я там постоянно пишу Вагенбург. Прохождение такое-то, 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 такое-то. Ну, доспехи две. Ну, по позициям два доспеха, три оружки. Меня устраивает вполне себе неплохо. Вот еще бы сапоги заменить на штаны. Бастард на какой-нибудь Крейгмейстер, да? Четверку. Или уникальную оружку. Все что угодно, кроме медвежья лапа. И было вообще четко. И да, и да и так хорошо. И так великолепно. Касаемо пятиистиного серебра. Кияночки. Говорить, я думаю, ничего не стоит. Одиннадцать бронза, к сожалению, могло было бы выпасть. Больше по углю, по мандрагоре. И маловато. Но хотя бы, хотя хриво-косо. И так, и на этом спасибо. И так неплохо выпало. Я забыл перед битвой стойку у мази еще съесть. Так бы еще меньше урона прилетело. Я даже тут подумал, ну, возьму с собой штаны. Успешно их не применил, молодец. Нагрудник, сапоги я могу накинуть на себя. Это уже не пригодится в любом случае. Так что как-то вот так вот я унесу. С вами был я, Аван Грешний. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте про колокольчик. Унизу все реквидосы и так далее. Посылайте в описании. Скорость сервера. Поддержка канала и группа ВКонтакте. В целом, ничего по Гориду я не увидел изменений. Он в прошлом обновлении, по-моему, я бил его тоже этим ледяным мечом. Было 40-20. И сейчас 40-20. То есть в плане брони или чего-то такого изменений я лично никаких не заметил. Такой же Горид. Также сильно, очень хорошо фиксится его дамаг с помощью ледяного сета. У кого проблемы с прохождением Горида без ледяного сета. Кому хил жалко, вот очень сильно в своих сундуках, да, можете накинуть фулл сет. Накинуть короб. А если вы еще с Вагенбурга успели навык добить 10% огнеупорности, можете его накинуть. Идти сюда просто в фулл броне, стоять, смотреть ему в глаза, говорить, ну хули ты мне сделаешь. Ну и сливать его. Ну, сильно тоже заигрываться не стоит. Как вы видели, сет, если у тебя недостаток дамага, отлетает неплохо. Это надо иметь в виду. А от ледяной алебарда он, естественно, сыпется, как не знаю кто. Так что как-то вот так все. Всем хорошего настроения. Всем пока. А подождите, а где багряная охота? Скоро ли будет багряная охота? Напишите в комментариях, когда, как вы думаете, когда будет какая багряная охота? 15-ая, по-моему, да? 15-ая багряная охота, нет? Я не знаю. Все, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok